Здравствуй, мама Светит солнце, над горой встает туман Знаешь, мама, здесь не страшно Просто здесь Афганистан Как там наши, я в сне всех видел вас Как сестренка перешла в четвертый класс Ты бы, мама, Ольгу, гости К нам почаще бы звала И скажи ей, что вернусь я Чтоб она меня ждала Ты бы, мама, Ольгу, гости К нам почаще бы звала И скажи ей, что вернусь я Чтоб она меня ждала Мать считает, а в глазах стоит туман Мать считает, все здесь правда и обман Мать не в силах оторваться от могильного калма Сын в земле, а на ладони не спекает оба весьма Мать не в силах оторваться от могильного калма Сын в земле, а на ладони гордит красная звезда Лишь вчера с осенним ветром горе стукнуло в окно А сегодня на рассвете почтальон принес письмо В нем живое он смеется и так хочет долго жить Здравствуй, мама, здравствуй, вечность Мы не вправе их забыть В нем живое он смеется и так хочет долго жить Здравствуй, мама, здравствуй, вечность Мы не вправе их забыть А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а КОНЕЦ Баба, я сейчас со стороны на нас гляну, у всех палаты, одна лучше другой, а самая длинная у нас Верка. Верка, ну ты же знаешь, что обстрел сейчас, ну куда ты ходила? У нас весь подвал уже в твоих гильбариях. Ты сына найди, от цветочков мы нагрём. Ну что ты плачешь? Я вчера под голову карту спецам положила, чтобы приснилось мне место. У меня мамка одна ещё год назад про такое рассказывала. Она своего так искала, потом ещё любила её, и Полинку своего видела. Он меня зовёт, рукой маме, и по карте моей пасой шлёпает, и следы остаётся мокрыми. Потом остановился и лёг, мёртвый видом. Дура ты, Баба, пока сама не увидишь, не болтай такое. У меня уже три года как пропал, и говорят все, что поймут. А я сердцем знаю, что живой. Место увидел? Да не тяни ты душу. Он весёлый такой, смеётся всё, и рукой мне машет. Я как проснулась, карту глянула и смотрю, что тут недалеко совсем. Да и вы спали. Вот и пошла. И что? Я шла, потом стрелять стали. Я поползла маленько, потом рядом совсем взрыва был. Но места не нашла. Не видишь, что не слышит она, оглушивая или контузивая. Есть выпить у нас? Ты горняй, цветочек. Я водичку нах поставлю. Поплачь, давай. Завтра сходим вдвоём. Возьмёшь меня? Бабы, ну чего вы пялитесь-то? Давайте, собирайте у кого чего есть. Завтра один человек три могилы обещал продать. Да веснувших на лице много много. Он же рыжники у меня. Завтра уже найду. Сегодня сил нет. Мне солдатик один рассказывал, будто Кулику он здесь видел. Да и сон был. Выпей, Вера. От сердца отляжь. Бери. А завтра ещё принесём. Роскопа вон с одной канистры приволокла. В соседний дом нашла. И кастрюлю хущёл, и книжки пил. Ты выпей, а завтра поюзнь. А может, и мне как-то попробовать? Если мамке говорят, может, и правда. А чего нагадала-то? Нельзя про это говорить, а то не сбудется. И так не сбудется. А сама гадаешь зачем? Вон, все волосы с ним живые бывают. А ты чужое не считай. Чем ещё в обстрел заниматься? Писни читать только уревёшься вся. А в годами каждый раз по-новому выйдет. Может, уснула она уже? Роскопа, забудь прокат. Пусть баба выспится. Видишь, не в себе. Я когда в лаборатории жила, Столько судеб наслушалась. Одна мать из Москвы Шифры мальчиков под голову плала. И увидела номерок свой. Правда, там хоронить нечего было. На мини подорвался. Но опознал. У него с детства на ручке шрам не проснулся. Вот по нему и опознал. Вот там жила. Полы, мы, мастера. Нашла и домой вызвала. Приехала. А муж умер. Месяц их не дождался. Всяко бывает. А ко мне мальчик сегодня приходил. Не мой, правда. Придет и говорит. Заберите меня. Всех, кто рядом забрали уже, А я остался. Плохо, мамочка. Каждую ночь так. Я ревну. Сама думаю. Да как же я тебя заберу. Тебя же твоя мамка ищет. Вдруг она приедет, а тебя нет здесь. Все с этой войной берегут. Одна мать везла так сына. Схоронили. А через недельку к нему настоящие родители приехали. Хотели забрать. А потом порешили, чтобы вместе на одну могилку уходить будут. Все они дети. А мальчик этот потом приходил к ним. Нашли его. Старшенька, а помнишь Светку-попольницу? Увезли косточки. Похоронили. А она не верит, что это ее сын. Не чувствует свое. Муж решил, что тронулась она. Вскрывать могилку не разрешил. А она и снова сюда. Давайте спать уже. Завтра вставать рано. А идти много. Завтра вставать рано. Завтра вставать. Завтра. О, есть вы? Можете еще и водочки? Я про курию говорю. Нет. Я нет. Серый, прикинь. Он не врубается. Ты откуда, Зёма? Оттуда! И мы оттуда. Прикинь, земель. Жил ты где? В Перми. А я в Самаре. Я Серёгу, если что. Можно сед. А я земель из Челябова. Так что мы с тобой оба. С Уралом. Жаль, что курева нет. А ты чем курить-то собрался? Ногами, что ли? Хваталки тебе оторвало. Прикинь, земель. Хваталки земель оторвало туда же. Курить. Хотя это не вредно. Тебя как зовут-то, боец? Коли. Коля. Все рыжие Коли. Помнишь? Да. Было у нас в классе. И что все рыжие Коли, а? Стоп, а мы оттуда взялись? Да мы взялись и взялись. И что, боец, одному прикольнее лежать, что ли? Да и вообще, знаешь, пора уже осматриваться. Своих искать. Знаешь, сколько тут наших в земле? Серый он у нас к сержанту Комин. Командует тут теперь. Эээ... Серый. А куда мы рыжего припишем, ладно? Ноги у него есть. Давай в пикоту. Коля. Пойдешь в пикоту? Я вновь поселком был. Хех. Вот именно что был. А теперь ты. Трупа без руки. Так что пойдешь в пикоту. Это я тебе, как военный комиссар, навалю. Тихо ты. А сзади, Андрюха. Короче так, Коля. Раз уж мы здесь закопанные и лежим, надо что-то делать. Улыбаешься? Короче говоря, тебя еще и не комиссовать. А делать ты что? Мы же закопанные. Ну а мозги-то тебе на что? Пороскивием. Увидел нашего? Переползай к нему. Адитируй. Соберя марку и дайте всем просраться. Могилы, они и в Африке могилы. А земля, и в Африке земля. Я сам поначалу не понимал, пока мне один летёк умный не сказал. Смотри да болзи. Вот смысл теперь. Я когда первый раз нервы увидел, не меньше твою лови ену. Ну потом ничего, прибыли. Я не поползну никуда. Меня скоро найдут рядом, а попоеду. Как же, найдут тебя. Да кто ж она не даст и знает, что ты здесь? А? А одна минута. Без протополяция. Да. Я так целый год пролежал. Мне Летёха, тот самый умный, сказал, что пока не заслужил, не найдут тебя. И будешь ты вземлевываешь. Действовать нужно, чтобы заслужить. Как мы тут выберемся? Мы же закопаны, Серёга. Блин. У рыжих. И с мозгами беда на куче. Да ты забудь про трупах свод. Мозги. Вот сила. Ты представь. Ништяк всё будет. Значит, это курить так можно? Ну ты зёмный. Нашло, наконец. Да можно. Теперь уже точно всё можно. Да тихо вы. Разорать. Идут к нам. Меня ноги должны. Мамочка. Я здесь. Мамочка. Я здесь. Мамочка. Я здесь. Мамочка, я здесь. Мамочка, забери меня отсюда. Мамочка. 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 И там должен быть красивым, а все равно страшно. А почему ее Вера Минда называет? Она еще в начале войны здесь бродила. Мы ее встретили, когда она Мину противопокотную таскала. Кричала, что подождется, если тронет кто. А у меня поначалу пистолеты, страшненько было. А теперь, да кому-то нужны, сама и суди. У меня показалось, что значит. Да не хватает, и вы, влюбились, смотрите. Может, там написано, что? Пусть она руки свои уберет, я в свои могилки нашла. Добро пожаловать в ад. Все. Они все поначалу такое писали. У меня тут же фотокарточка есть. Андрюша стоит на фоне дома, а на нем так написано. Давайте дальше копать, пока нет никого. Ролите, ролите, ищите своего. А мой сын живет, а не этого в земле. И мой рыб. Ты зачем тут вы? Ой, ты год с ним уже пропал. Я дуракова тут засидеть, а не землю рыб. Тихо ты, копай, не стани. Твой мой. Заладили тут. Все тут наши. Рой, я сказала. Не дай бог, придет кто. У меня, походу, нет ничего. Камень сплошь идет. Иди, просто помогай, оставь. Это тоже пустая. Да сколько же будет, Господи, я уж помру скоро. Да я помру тебе. Это ты здесь, старченькая, потому что пришла раньше. А по возрасту не гради. Обманули нас. Пусто. Камень один. Надо это место на карте пометить, чтобы другие не ловались. Верка, дай карту. А Верка-то где? Да придет она. Цветок-норк нальет и придет. Пусто как-то стало. Каждую могилку пустую скрываю и пусть в петлю. Да за что нам так, а? Я тут три года уже брожу и пусто все. Все равно найдем. А мы живы. Я только дома должна сидеть. Нет, мы неудобно. Уверена, что жив. Как нотик убереги. Глеты у всех там. Верку дождемся и обратно пойдем. Надо же. Три года прошу, прошу здесь. Не привыкну никак. Будь ты проклят, да. Будь ты проклят. Будь ты проклят. Будь ты проклят. Продолжение следует... 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 В смысле? Выдумал мне всё. Мам, а тебе больно будет? Так же, как тебе. Папа-папка наш в школу, во сне. Он хороший был. От плохих людей хороших детей не бывает. И мы теперь вместе насекаем? Я уже давно узнала, что скоро. А мамке не верили. Я счастлива от тебя, да? Сильно постарела. На. Ой, то я совсем встала. Фотографии и письма твои там оставили. Ну, нам не разрешали, но я писал. А ты давно тут? А я варежки и носочки тебе связала. Правда, потеряла потом вам дождь. Ну, варежки здесь не нужны. И комары совсем мелкие. Да и земля тяжелая. Мам, я не вернулся совсем. Тут кроме меня ещё парни есть. А что сгадается час, примерно? А я без мучи. Потерываю. Эй, парни, я говорил, что меня скоро найду. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы чего, а? Это же такой шанс, нам. Вся страна увидит. Лучше узнает, кто. И напишет нам. А это она просто подышит, там уже почти не стреляет. Вы идите, а я погадаю еще. Будьте вы прокляты все. Гады, гады, гады. За что-то, да когда конец уже? Кто что живет-то, Господи? Забери меня скорее. Сына прибрал, жи меня давай. Не могу, сил нету совсем. Верка знала, что мины там. И пошла. Все живы уже вытянули из меня. Пойдем. Надо двух мальчиков похоронить. Около соседнего дома лежат. Наши? Чужие. Чего им там лежать? Пойдем. Да и так, красавица. Ну что ты, ну пойдем, пока не стемнело. Мы находимся на войне, в самом центре саду. Господи, мы на войне. Ну что ты, по-моему, говорю? Слушай, они меня так грузовыли. Да не пиши ты это. Лёнь, а почему у нас с тобой детей нет? Какие дети, Дэн? Я тебе про работу в принципе говорю, если ты не понял. Ты мне ответь и все. Что все? Мата такая. Материалы завались просто. Ты не хочешь красиво жить? Ты все время в этом дереве хочешь? Я детей хочу. Что тут есть такого? Ради чего стоило бы изражать? Я сейчас настраиваюсь. Быстро пишем и уходим. Это все бабы эти черкнуты. Прямо под кожу заряды за своими страшилками. Оленька, Сереженька, Митенька. Простили, ночами не спали. Потом какие-то ублюдки. Бат, и мои ножки решили сыграть. И все. Послушай, Лёнь, мы бы своего ни за что бы не отпустили, если сын. Я бы тысячи причин придумал. Взял бы и не отпустил. Мой сын и все. Ты видел ли ты? Матери. А у меня батаряшки. А самое не хочу. Если бы не спит, мы бы прямо там вдохло. Ничего сделать для них нельзя. И там уже одна ногой. Лёнь, поехать домой. Хватит, там же материал убедить. Нет, я настраиваюсь, и стрепившим уходят. Причисты от меня в камеры не везут. Мы находимся на войне. Здесь каждый день умирают мужья, отцы и сыновья. Сегодня нам посуществило взять интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА Зря мы их позвали. Она нам всю жизнь теперь не простит. Да и он хорош. Кто бы знал, что так. Взял, включил фонарь. Завтра с утра я детям вояка. А если и с детьми останусь. Спать надо уже. Пиши костер. А она уснёт скоро. Я пригляжу. Ложитесь, давайте. Вот тут они все. Точно. Вот моя мама спит. Моя. Тише вы там. Вообще молчат. Не слышат они нас. Я когда с ними была, только ничего не слышала. Чувствовала только. Болела внутри что-то. Ну и повредите на них. А они пусть растают. У них завтра с утра очень много дел. И моя мама постарела совсем. И моя седая совсем. Похудела сильно. Она каждый год у нее рождения худела. Не получалась. Прослилась, ничего не ела. О, тут еще молодуха какая-то. Отвали, это моя жена. О, очухусы, худозы. Тебя как звали? Денис я. Ну и он то есть. Ну ты, конечно, красавчик. Кто ж здесь, сзади, со светом снимает? Ладно, хорош парни. Дайте пока дайте. Пусть полежит, отдохнет, освоится. Ну мне так на переманки напрягают. Тише вы. Не норите. Привысы, что вы нас. Лёля. Лёля. Красивая, друзья. Лёля, ты слышишь? Да ваша мама, завалите свои хлеба, я тебе. Я тут командую. Началось. Вот она моя мамка. Нашел я ее и пошел ты теперь. Да я так нормально подмучу, чтобы уже наконец нашли меня. Сука, вот ты же на гражданке лежишь. Чего ты, придурок, хочешь? Ну давай. Приду еще, Лёля, молодец. Хорошо. Забрать не хочешь? Не жалко? А ты не хочешь? Я не хочу. Почему? Я еще на гражданке, знаешь ли? Как кровью попортил нехило. Ну что, лучше пусть надеется, что живой я. Я не хочу больше здесь. Я на кое хочу. Каскалок и все. Понятно. Ты остаешься. Кто со мной других пойдет искать? Ясно. Ну а кто остается? Ты будешь останеться, куда лучше. Понятно. Ну а ты ты журналист. Чего тебе здесь помораживает? Пошли, поползли, ребят поищем. Ты кино снимешь, те, кто твои деньги получит. Красота! Я бы с радостью, но у меня камера там осталась. Да ну не надо. Привыкай говорить сразу. Там, где меня убили. Скажи. Там, молча, на нас. Если сходим за камерой, то я не против. Не обижайся, Сергей. Мне и браку сыну перебору. Да ладно. Играй к маме свою. А с Коляном там скучались выше. Поверьте. Пошли, журналисты. Было уже такое. Трупы уносили, а потом выглуб требовали. Искать надо. А если не найдем, ждать письма или человека. Про такое не слыхало еще. А где они хранить его будут? Да эти найдут где. Им бы было что продать. А куда девочка-то делать? Может, она его унесла? Да ну он же здоровый такой. Да ладно. Я мешки из гуманитарной таскала. Ничего. Идти надо. Она, небось, пришла себе, а я и так военную. Наверное, знаешь что? Мы с молодежью происходим, а ты тут же вдруг вернется. Сходите. Только побыстрее, ладно? И вот так каждый божий день. Почитаем, поплачем. Поещем, поплачем. Я пойду за мамкой. Чего они вдвоем? Давай, пачка. Ты тут больше не плачешь. Хватит тебе. Помнишь, ты заболел потом и боль? Бодик тебе всего-то был. Ты шашлотиком нос заложила. А у меня ни капель под рукой, ничего нет. Я потом тебе все-таки вытягивала. И успокоился ты. Заулыбался. Засынул. Ну зачем ты? Я бы и так выздоровел. Конечно. Что же с ними будет дальше? А кто знает? Мама, ты знал, что мне? Мне же сначала сон был, а потом я как поле увидела, и высовывала на все. Ты бы видел, как поле у меня. Все красно и красно, ты горизонт дашь. Я шла, шла, а потом звук, и тебя у меня сзади. Мама, помнишь, в Котполе кто-то полки все оборвал и банки заготовками разбил? Не ругайся, Сирина. Это я, а не чай. Я самогонку искал. У нас вечер в школе намечался. Свет тогда вырубили, и я со спичками туда вались. Пальцы обжег и рукой вдарил по полку. А здесь красиво. У нас, наверное, снег еще, а здесь уже цветы вовсю. Вчера выдали новую форму. Деды говорят, что это к поездке. Значит, куда-то отправят. Хоть мир посмотрю. Как там дружба, дыма? Витек поступил на архитекта. Все, пора на дежурство. Целую. Мама, ты, главное, не плачь. Мне один год перезимовать и домой. Пока. Твой Сергей. Мам, а помнишь, у нас некий столочек пропали? Это я скачал. Мне Светка исправилась, очень понравилась. Ей на 8 марта очень много цветов купил. А она на 8 марта постоянно целовалась. Ты уж прости, что я сейчас об этом говорю. Ты не знаешь, как она? Звонила пару раз, спрашивала, что да как. Это ты моя мишка. Я бы хотел, хотел бы на нее сейчас взглянуть. Она обладить нехорошала совсем. Мам, а почему она вслух письмо читала? Чтобы с выражением было. Читаешь, вслух когда, видишь, как сын письмо писал. Я вот видела, как ты вотик открываешь и подавариваешь, что пишешь. А она свое видит. Это прелюбит по себе, читаешь. А когда одна, по себе вслух. Интересно. Никогда не подумала, что это так важно. Вот так важно. Насилу говорили ее от тела оторваться. Она вцепилась в него и вложила. Валерки стоят кругом, ничего сделать не могут. А Роскова в штаб пошла сразу. Прибегает оттуда, кричит. Списки, дай мне новые. И ваги ее там, пленула. Вот и осталась одна, что-то. А мы-то теперь куда? А нашего в списках не было. Совсем нацелево теперь. Верка Росков хоть и дурная была, но все с ней веселей. Тро или двое. А мне почудилось, будто Вера приходила. Я почитала, поплакала. Лицом в письме уткнулась, А по волосам-то, будто кто-то легонько гладил. И нет никого. А Вера, когда живая была, все время голоса найти. А ты про Андрея узнала, что ли? Помнишь, в прошлом году мне попковник в сервисе делал с фотокарточкой. Я их всем еще раздавала. Один солдатил, он теперь по контракту служит. Видел Андрюшу. Сказал, что они несли его. Боль сильный был. Оставили у медпалатки. Сказал, что тяжелый был. А вроде он. Так живой он? Не знаю. Он мне место показал на карте. Завтра пойду. Вместе сходим. Нет, не ходи со мной, не надо. Всю войну вместе. А теперь не ходи. Я сама дружу. Вынашивалась сама. Рожала сама. И теперь, сынка, прости меня, Маша. Маша. Я имя свое так давно не слышала. Все так, все так. Одна оставаться боюсь. Такой страх, будто пришла сюда только что. Будто случится что-то, а я одна. Ты же как сестра мне. Ну не уходи. Ну ладно, я бы не пошла, скажу. Конечно, пошла бы. Устала я. До седины устала. Поспей, дочек. А завтра пойду. Недалеко тут по карте. Не поверишь, как я вере обрадовалась. Как мама в детстве гладит меня по волосам. Кому очень сжаться хочется, потому что мама глядит. Кажется, все мы с тобой повидали. А вот не могу, а мне уже надо представить. Вот сколько смерти уже видели. А ну, вот ты можешь. Во сне день рассветил. Но он живой, и все тут. Ой, старший, ну вот, конечко. Это мне девочка отдала, журналист. Сказала, что я ей больше не за чем. Да-да, связываешь? Как она донесла, и была крупкая такая. Да, нам и в церковь надо. Жаль, тут нет. А к воякам батюшка только через неделю прилетит. Вот и сходим вместе. Я давно собираюсь. Эх, я в своем кресте потеряла, деда. Плохой знак. Мы его с Андрюшем вместе покупали. Это для крестиней. Эх, потеряла, деда. Нитка совсем редкая была. У батюшки будут ходить. Он же мальчик, крестик. Я тебя попросить хочу. Расскажи мне, речи, Причем я и берегу, помнишь? Ты сто раз уже рассказывала. Зачем тебе? Просила. Жила-была женщина. Счастье было. Дом был. Муж был. Сын был. Потом война пришла. Муж умер. Сын пропал. Женщина ищет, ищет сына. Нет его нигде. Она умаялась и говорит Богу. Бог, почему так бывает? У меня было все, А теперь пустота одна. А Бог ей отвечает. Видишь? Белая волоса. Следом черная. На белой две пары следов. На черной одна. Женщина спрашивает. Чьи ты следы, Господи? А Бог ей отвечает. Когда белая волоса, Я с тобой рядом. Женщина подумала и закричала. А в горе я одна иду. А Бог ей отвечает. Дурочка. Я же тебя на руках несу. Я же тебя на руках несу. Надо у тебя переписать на диктопку. Сколько раз уже собиралась, А все не все округа. Сейчас опишу. Значит, домой завтра. Да. Летову завтра первым самолетом отправляю. Да и меня тут. Там вот. Да скажите уже, Путырский. Убили. Ну давай. У-би-ли. Да хрен с тобой. Убили, не убили. Один хрен дохлый. А кино-то будет? Не знаю. Как Лёль. Да отойдет, Путин. Не сразу, конечно. Хорошая кино-то вышла, да? Поучительно-познавательная. Ну и правильно, что вы уезжаете домой. Чего вам тут делать, гражданство? Вот мы-то еще повоевали. Мне только интересно, как ты вообще воевать собрался? Так мысленно. Мысль – это сила. Если чего-то очень сильно захотеть, так оно и будет. Вот смотри. Ты пока живой, захотел стакан состава взял. Протянул руку, да взял. Все легко. И мозги не напрягаются. А сейчас без тела. Попробуй, возьми. Тут ты и начнет мозг твой бахать. Ну трудно, конечно, поначалу. Ну а что делать? Ладно, Катарин. Давайте. На ваш. У меня же страх. Завтра снова Марка искать меня пойдет. А я же на гранате лежу. Как же ее отвалить? Так ты приснись ей, да скажи. Что не там ты лежишь? Я вам своей постоянно говорю, что живой есть. Ну, в плену мог. Не поверить она. Да и контракт не показел, не место показал, где госпиталь был. А потом наших разбили. Меня там прикопали. Вы знаете, мы когда-нибудь интервью брали. А такого нас слушали. Волосы на дыбах сдают. Они столько за вас хахнули. Да я бы на их месте давно бы уже в дурке лежал. Да, моя, если одна останется, совсем с ума сойдет. Они уже как сестры с твоей. Да, мы с тобой тут уже давно как братья. Ты давай уже настраивайся потихоньку. Придумай, что брать-то буду. С этим у меня проблемы. Да, и да бери тут все. И так каждую ночь. Мозги им всем нарушат. Чтобы знали, что умного нет, тебе не на баме. Ты-то откуда знаешь, как оно на баме. В общем, так я видел, Владимир Маш. Да и ты, кстати, мог бы поучаствовать. Раз уж при жизни не успел, то хоть сейчас шанс не упускать. Ты у нас поэвидный. Ну хватит, парни, ну что мне, теперь все время будете про мой глаз напоминать, да? Да ладно, Гутуз. Не обижайся, боись. Давайте. Сергей, что делать? Не успели. Ну пока поболтали. Ну давай, придумай же что-нибудь. Урод, ты что у нас там один? Пойдем, пойдем, следом, может, мы что-то и придумаем. Пошли, да? Нет, парень, забей. У меня уже самолет. Давайте, прощайте. Удачи. Ладно, давай. Ты это, сделай героя, ты сможешь. Ну придумай же уже что-нибудь. Урод, ну. Да я же, это что я могу сделать? Она не слышит нас. Ну может, проще ей так. Мама, мамочка, не надо здесь. Мама, родненькая, живой я. Живой я в плену, мамочка. Не надо здесь. Гнида, контрактник. Мамочка, я же на гранате лежу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот и белая полоса случилась. Да, младший. Ой, да. Я вот лежу на Андрюше и на радиус прямо. Я же его таким возбужалом и не видела. Мне здесь лучше, Маша. Сережка, садись рядом со мной. Я так без тебя устала, сыночка. Нет, мам, не могу я на твою сторону. Заведено, как я. А зачем в основе я брал, что живой? Я еще в детстве забрали тебя сильно наказывал. Тетя младшая, ну не ругайтесь. Он же как лучше хотел. А ты не заступайся. Ишь ты, народный заступник. Ну-ну, не ругайтесь. Праздник же сегодня. Какой, Вера, праздник? Церковный? Ты про себя с этой войной, мамой, забыла бы совсем. Здоровья тебе пожелать хочу. И прошу тебя, уезжай ты уже отсюда. С днем рождения тебя, мамочка. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Как же я без тебя домой-то уеду. А вам это кончится? Когда я заберете? Когда же она кончится? Я уж не доживу. Вот младшинка, позже меня пришла, а уже успокоилась. Светится вся прямо. Я знала, что ты тогда прощаешься с ним. Письма твои не брала. Рядом со своими руками. Старшинка, я знаешь, о чем тебя попросить хочу. Ты кассетку мою из лаборатории отвези по адресу. Пусть поглядят, что мы творим. Живая буду. Передам. Значит, Сережка, в земле ты у меня лежишь. Я тут свою войну иду. Мне один из тех, умный, сказал, что найдут меня, когда заслужу. А пока я не все еще сделаю. Давайте я вас сфотографирую. И отойду подальше, чтобы все в кадр пошли. Спасибо. 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 Здравствуйте. Сыночка. 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 Не по птичьи, да не по овечьи, По-людски они меня крыли. А я им пел ракетональные песни, Говорил, все будет нормально. И я кричал им, что мы все вместе, Да как-то слушалось это банально. Чем ближе к смерти, тем чище люди, Чем дальше в тыл, тем жирнее генералы. Здесь я видел, что может быть будет С Москвой, Украиной, Уран. Восемнадцать лет это немного, Когда пройдешь по Тверской, да без денег. И не мало, когда сердце встало, От страны тебе пластмассовые велики. Страна поет ему, как инрольные песни, Говорит, все будет нормально. Страна кричит им, что мы все вместе, Да звучит это как-то банально. Умирали пацаны страшно, Умирали пацаны просто, И не каждый был снаружи прекрасным, И не все были высокого роста. Спасибо. Спасибо.